здравствуйте дорогие друзья вот я соколова людмила я сегодня вот вместо маргариты изотовой который вас приглашала на конференцию ты сегодня кинофестиваль проводит мастер-класс вернее проводит Олеся Астахова мастер-класс но по общему нашему желанию и по нашей просьбе обращенной к ней и она расскажет очень интересную тему о том как ваших мультфильмах можно сделать воду чтобы она была как живая как настоящая здравствуйте Олеся здравствуйте я живу в городе Перми у нас сейчас тоже вечер вот немножечко покажу рабочее место так разверну камеру чего она не хочет вот вот это на у нас основное рабочее место это такой большой мультстанок его ширина 1 метр и глубина получается 60 сантиметров второе рабочее место с которым сегодня будем работать это вот такая настольная конструкция сейчас я обойду стол покажу здесь специально все построила так чтобы можно было видеть что это дома можно все собрать или какой-то простой станок у которого есть только один рабочий слой здесь материалы которые мы сегодня будем использовать это пищевая пленка обычная прозрачная это у нас мусорный мешок это я бахил один разрезал он был голубой вроде бы ну что-то не очень интенсивного цвета вот здесь еще бахилы есть разные дальше есть песок белого цвета он похож на манку коричневый черный цвет синего к сожалению у меня нет но я думаю что это не страшно есть вот такие акриловые гранулы это наполнитель для аквариума они прозрачные как бы такие полусферы и с разных сторон выглядит по разным будет у нас еще вот пена от средства для мытья посуды вот здесь битая лобовое стекло еще у меня есть и пожалуй это все но вот еще вот там у меня лежит это просто цветная бумага я чуть-чуть попробовала приклеить туда манную крупу вот сейчас давайте начнем с того что мы посмотрим ролики мне нужно будет сделать демонстрацию экрана или людмила вы можете включить вот тот мой ролик который я вам отправляла по ссылке прямо с демонстрации экрана как вам удобнее чтоб я сама показала или вы покажете лучше конечно а все видели пожалуйста рук не знаю даже как мы микрофоны включим или все видели то что олеся показывала на экране у нас сейчас было видно отлично очень хорошо все сейчас я вам демонстрацию включаю тогда все у меня появилась демонстрация сейчас я сделаю покажу так сейчас много разберусь с панелью зума чтобы она мне не мешала так сейчас все видят который экран который меня показывает или так скорее всего это ноутбук у вас открыт да открыт ноутбук но когда я говорю на весь экран мое лицо да наверно появляется видно и ваше лицо я с телефона и экран то есть мне видно все тогда смотрим на экран так сейчас я сделаю вот это все свернул вот эти значки как-то можно эту панель спрятать вот попробуйте f11 сделать f11 так ничего не поняла чуть не сделать в общем я и вот так вот стивил ее вот эту панельку как теперь а вот здесь маленький треугольничек все ну может быть не весь экран но что-то будет видно так я сейчас выключу свой микрофон чтобы с экрана ноутбука шел звук по моему так будет лучше хотя мне же надо говорить тогда я на ноутбуке звук выключу чтобы эхо не было у вас на всякий случай звук здесь не важен там просто музыка подложил так вот я буду останавливать нажимать на паузу и рассказывать что это такое вот эту работу что я снимала в новосибирске когда находилась в киностудии поиск на обучение и елена ральдовна показывала как можно оживить вот эта вот голубая пленочка в которую вот этот мужчина прыгает это что-то типа прозрачного пластика голубого цвета раньше такие были пластинки в журналах не виниловые а вот в журналах наверняка те кто взрослые уже сильно взрослые помнят такие вещи вот но я думаю что можно обычную папку взять и порезать и будет такой же эффект я к сожалению не приготовила эту пленку но я думаю что это не страшно а брызги сделаны из битого лобового стекла автомобиля то есть вот именно там я с этим познакомилась брызги выглядят достаточно реалистично и вот эта пленочка она не просто нарезана ножницами она порвана так чтобы у нее вот эта слоистость получилось так вопросы может быть есть по пленке можно голосом наверное задавать или если в чате то людмила вы мне их озвучивайте пожалуйста хорошо сейчас я чат смотрю нет в чате нет вопросов хорошо достаточно простая технология вот здесь вот еще я делала оживление воды ну тут просто две бумажки которые относительно друг друга двигаются вот здесь у нас вода живая по стеклу программа здесь красками рисовали здесь пищевая пленка и вот эти акриловые полусферы здесь разного цвета песок который у нас был в студии на тот момент манная крупа здесь дождевик голубого цвета здесь вот тоже пленка прозрачные голубого цвета и пена для мытья посуды здесь только пищевая пленка это же лобовое стекло мелькнула немножко так и здесь фонтане тоже пищевая пленочка так вот здесь можно остановить демонстрацию вопросы появились сейчас нет хорошо тогда есть какой как это снять а вот я сейчас буду показывать все да отлично кроме пленки которая в самом первом примере была потому что я только недавно увидела что у меня в студии этой пленки нет в магазин я уже не побежала так это я здесь оставлю и здесь вот сделаю так у меня два рабочих места вот этот большой мультистанок здесь можно из-за того что здесь есть несколько слоев рабочих 3 в частности можно сделать более сложные вещи а вот за такой конструкции у нас только один рабочий слой поэтому здесь я буду делать то что попроще так сейчас я подключу телефон так чтобы он показывал все что внизу происходит лампу выключить что ли я сейчас выключу лампу чтобы она не бликовала вот в планшете у меня есть приложение стоп-мошен студио я его включаю есть те кто не знакомый с этим приложением ответьте пожалуйста в чате или голосом пробовала но не разобралась немножко приложение достаточно простое можно легко разобраться у меня обычно уходит два часа на то чтобы новичкам объяснить как в нем работать со всеми всякими штуками здесь вот у нас уже есть некоторые разные проекты чтобы создать новый мы нажимаем вот этот плюсик и у нас сразу же то что под планшетом есть отображается на экране ноутбука о этого планшета так хотела телефон снять ладно то есть руки у меня сейчас находятся ниже планшета вот как я показывала на столе так где у меня вторая волна вот она здесь я не стала делать какую-то супер декорацию просто показать принцип теперь смотрите у меня волны не влезают вот здесь есть белое пространство до которая попадает поэтому здесь можно приблизить еще так в настройках вот как раз вот этот значок плюсик как геолокация мы можем немного приближать здесь нужно запоминать на какое число вы подвинули потому что иногда у меня по крайней мере эта настройка слетает так вот теперь располагаем здесь я просто сделаю у меня у меня телефон боком лежит приложение в планшете она только горизонтально располагается вертикально я сделать не смогу вам нужно свой телефон если вы с телефона смотрите развернуть тоже горизонтально он также переворачивается и получается боком мы смотрим вашу презентацию не презентацию встречу хорошо тогда смотрите людмила я сейчас сделаю демонстрацию своего экрана с телефона так поделиться сейчас экран начать так все теперь вы видите экран моего телефона и здесь я включаю тоже эту версию программы вот это вот в левом верхнем углу камера розовая это у меня платная версия на телефоне теперь лучше стало а не приняла вот я сейчас через двойное приложение стоп-моушен включила так хорошо видно хорошо видно да теперь смотрим прямо все отлично я не знала про такую про такой нюанс так теперь вот внутри ориентируемся тогда получается вот на те картинки где вот у меня там пальчик двигается там буду показывать потому что видите вот это колесико настройки и в левом нижнем углу еще одно такое же колесико потому что двойная программа у нас получилось так двойное изображение еще раз показываю то чтобы мы вот у нас было на нуле и здесь есть некие поля вокруг нам надо это все закрыть при этом закрыть не просто когда у нас две волны вот так находятся нам же нужно их раздвигать будет вот как они максимально разъезжаются так мы их настраиваем и теперь так здесь настройка есть и делаю примерно в полтора по моему это в дюймах но не в сантиметрах не знаю в чем готового вот я выстроила касаюсь пальчиком экрана в том месте где нам нужно сфокусироваться изображение стало четким красную кнопку нажимая сфотографировала тут также есть прозрачность вот здесь вот в левой части и теперь видно где волны были и куда они устремились теперь я каждую из них тихонечко сдвигаю и фотографирую каждая в свою сторону двигается тут можно еще более сосредоточенно если работать задавать им некую определенную траекторию я пока двигаю просто влево-вправо вот смотрите в этой части у меня бумажечка закончилась эту волну значит я уже не могу дальше двигать все возвращаю ее обратно она остановилась на поехала обратно это тоже поехала обратно ой сдвигаю на очень маленькое расстояние чтобы потом было ну более-менее плавно это все так можете в процессе задавать вопросы здесь такая работа что это вот нужно сидеть делать щелкать здесь внизу смотрите у нас отображаются все кадры которые мы сняли здесь настройка можно вот заглянуть стоит пять кадров для одной секунды я это всегда до 8 увеличиваю готового так это я уже сама себе командую что все сделано так у нас с вами вот здесь отображается количество кадров 12 из 12 то есть мы находимся на 12 если мы делим на 8 то получается что полторы секунды мультика мы сняли что посмотреть нажимаем вот этот треугольничек вот примерно каким-то образом они у нас двигаются так можно посмотреть самый первый кадр и сравнить с текущим положением волн немножечко подправить и сфотографировать чтобы у нас ой нету нажала чтобы у нас получился цикл я уже конечно запуталась пока говорила в какую сторону что двигается так ну вроде бы вот так сейчас мы можем не снимать целый цикл если здесь никаких других объектов нет можем скопировать и вставить эти же кадры для этого мы вот касаемся на нужном кадре выберите выбираем нужный диапазон я возьму весь снова кликаю копировать иду в то место куда мне нужно вставить и нажимаю вставить вот у нас вставилась еще столько же кадров видите ста 26 вот он 27 давайте посмотрим как у нас стык получился но я изначально не планировала снимать именно цикл а так можно конечно заранее подготовиться и просчитать ну вот я смотрю вроде бы не страшный этот скачок происходит как вам то есть волна получается ходит не только влево вправо но еще и вверх вниз получилось я думаю вот этого примера для этого способа достаточно до или еще дальше снимать жду ответ от вас на маргарита бородина пишет что плавно она пишет что все понятно так но так как это самая простая давайте мы уже на ее закончим и пойдем к чему-либо более сложному и мне уже сейчас находится перейти за мультистанок так здесь я это все оставлю сейчас отключу телефон учу вернее и мы пойдем вот туда так сейчас чуть-чуть поборемся тоже с с верхоножьем так скажем я сначала до вопрос по предыдущему станку вы там камеру крепили на стоечку или как то еще на вот такую стоечку сейчас я обратно свет включу погодите секунду чтобы тоже все освещалось вот такая стоечка держится на струбцине здесь металлическая планка здесь как бы такое некое колено и вот здесь вот такой держатель он может быть как для телефона узкие И можно открутить, там сейчас все покажу, вот на таких барашках. Можно открутить и подвинуть, и подвинуть до планшета. Такие мультстанки делает Сергей Галушкин из Белоруссии. Так, можно у него заказать, он пришлет. Вот, кстати, по поводу, где вот вы закупали, вы можете нам как-то ссылку скинуть или что? Потому что мы вот в этом году выиграли конкурс для приобретения оборудования, но у нас только ноутбук, планшет, фотоаппарат, подсветка и все такое. А вот хотелось бы тоже, да, узнать про вот это оборудование, которое у вас. Так, ну большой мультстанок я не знаю, это можно, наверное, по запросу как-то решить индивидуально. А вот этот настольный мобильный мультстанок, это можно у Сергея Галушкина спросить, у него это все там налажено. Его можно найти ВКонтакте, Сергей Галушкин из Минска. Так, я вот хотела сделать так, чтобы у меня было видно вам. Давайте я попробую остановить демонстрацию, чтобы выйти из приложения. Так, где у меня этот экранчик? Так, вот сюда. Вот. Если вот так вот поставлю телефон вертикально, это уже просто обычная камера. Так, видно и рабочий станок, да, и вот то, что там в телевизоре. Так. А, нужно еще показать, как здесь устроено. Вот я уже сказала, что здесь есть три слоя здесь стекла. Здесь для фона место и наверху стекло. Сверху закреплена камера, которая соединена там с ноутбуком. Ноутбук с телевизором. И в телевизоре я вижу все, что там у меня происходит. Вот. Теперь давайте попробуем снять. Что-то тоже достаточно простое. Будет у меня вот такой простой фон. Это просто какой-то весенний пейзаж. С этого стекла я уберу все бумажные куколки, чтобы они не испортились. И мы попробуем работать прямо с живой водой. Вот. Для этого я просто наливаю где-то выше, за пределами зрения камеры, лужицу. Она будет постепенно растекаться. Там вот вам видно немного, да, что течет она. Так. У меня тут есть тряпка. И я эту лужицу прямо руками растягиваю вот сюда, пальчиками. Там ничего не видно, как будто. Вот. Теперь нажимаю кадр съемки. Так. Сохранилось. Теперь я еще раз двигаю. Так. Воды у меня теперь маловато, но это чуть побольше. Тут, конечно, нужно работать аккуратно, чтобы вода никуда не затекла, чтобы никакие кадры у нас, бумажные куколки, не испортились. Так. Я вот еще вижу, что стекло у меня слишком чистое, не заляпанное никакими пальцами от пластилина и прочего, поэтому вода прямо растекается ровненько. Вам, может быть, сейчас кажется, что ничего не понятно, но в каждом кадре вода все равно занимает новое место. там как бы некие волны получаются. Это можно будет увидеть, когда мы будем смотреть. Сейчас у нас пока шесть кадров. Давайте я сделаю восемь хотя бы. И мы посмотрим это в цикле на самом телевизоре. То есть ни в одном месте вода не должна остаться нетронутой, так скажем. Хотя, не знаю, попробую ее немножко стереть. Может быть, больше будет волн. Так, пробую посмотреть, что получилось. Ну да, действительно, у меня стекло не слишком жирное оказалось. Волны не очень видно. Сейчас телефон возьму и покажу вам с экрана, как это выглядит. Так. Тщательно подготовилась, отмылась всю грязь сегодняшнего дня. Потому что были занятия. Так, оказывается, не работает. Так. Давайте посмотрим. Вот на телевизоре немножко. Ой, видите, эти штуки. Так. Тогда я сейчас сделаю демонстрацию с экрана ноутбука. Потерпите чуть-чуть. Вот там, видите, немножечко совсем, вот сделаю по циклу. Если приглядываться, деревья немножко плывут. Видно вам, да? Да, у меня такое ощущение, что это отражение в воде леса. Ну это, да, рисунок еще такой попался. Вот. Если стекло немножечко получается после пластилина, заляпанное или просто отпечатками пальцев, то вода ведет себя совершенно по-другому. Я тут просто перед мастер-классом все прям вычистила со всех сторон, все стекло. Это, кстати, как-то шведы, по-моему, у Норштейна спросили, как он добивается того, что у него в мультиках такой воздух живое, да, пространство. Он сказал, вы этого никогда не добьетесь, потому что вы никакой пылинки нигде не оставляете, все дочисто вымываете. А у меня, говорит, на мультстанке может и пыль там быть, и еще какие-то штуки. Я их не убираю. Они потом тоже становятся частью мультфильма. Маргарита говорит, что все видно. Я читаю чат. Хорошо. Все, тогда я сейчас вытираю до конца эту воду, и мы попробуем следующий способ. То есть вот для такой съемки настольный мультстанок совсем не подойдет, потому что там только один слой, на котором уже лежит какая-то декорация, и она испортится от воды, и не получится ничего сделать. Либо положить какое-то еще стекло, вот как раньше на рабочем месте оргстекло ложили, под которое календарики, открыточки какие-то складывали. Но там, так как оно будет лежать сразу на фоне, толщина стекла будет давать немножко тень. Ну, в чем-то это может быть хорошо, в чем-то может не всегда удобно. Так, теперь давайте сделаем декорацию морского дна. У нас есть вот этот вот желтый, не желтый пон. Так, как? Вот, у меня там просто зум отражался. Я думаю, почему у меня в телевизоре что-то не то. Вот морское дно, такая основа. Мы взяли, так, ну вот давайте возьмем, это у меня кукурузная крупа. Я ее насыпаю, равномерно более-менее распределяю. Это у нас будет песочек. Можно взять что угодно. Гречневую крупу, кофейную гущу, еще что-то. То, что подходит. К камешке может быть, аквариумный грунток, тоже цветной. На средний слой я выкладываю водоросли. Они у нас двигаться не будут. В самый низ можно положить всякие ракушечки. Это настоящие ракушки с моря. Кто-то нам привез. В качестве водорослей я использую просто кусочки тряпок, которые по цвету похожи на водоросли. Вот так вот мы их закинем. Двигать мы их не будем, потому что это слишком сложно и долго получится. А корни им мы прикроем тоже ракушечками, как будто они растут где-то там вот среди камней этих всех. Вот так. Рыбки у меня есть вот такие игрушки. Они двусторонние. Как вот их показать? То есть, это бывают наборы животных. Там домашние животные, дикие какие-нибудь животные. Животные Африки, динозавры. Я нашла рыбок таких. Они плоские, очень удобно. Так, и водоросли мы будем двигать пленочкой. Сейчас я беру просто большой кусок пищевой пленки. Она подходит нам тем, что... Так, что-то не так сказать. Что она сама к себе прилипает и держит форму, как её не согнёшь. Что-то она совсем сильно приклеивалась. Ну вот какое-то пространство я для себя сделала. И она, смотрите, у неё очень классный блеск, который хорошо передаёт воду. Со временем она загрязняется, руками трогаем, там пыль ещё какая-то оседает. Это не страшно, она перестаёт прилипать сама к себе, но это даже и не всегда нужно. Плёнку я помещу на средний слой. Я вот сейчас думаю, что, наверное, водоросли нужно было всё-таки спустить вниз. Потому что мы их всё равно двигать не будем. Пусть они по-настоящему там и растут. А на среднем стекле будет только плёночка, которая должна закрывать вообще весь кадр. Потому что мы в этой сцене как будто полностью под водой. Её можно руками вот так поднять. Она у меня, правда, к стеку прилипает немного. Даже если расправить, вроде всё хорошо. И теперь у нас есть рыбки, которые плавают. Допустим, вот такой первый кадр. Снимаем. Здесь можно тоже прозрачность включить. Но в каждом кадре мы должны двигать и рыбок, и плёнку. Плёнка ни в одном кадре не должна остаться на месте. Можно её просто вот... Иногда дети вот так вот помяли в кадре и расправляем. Чтобы она у нас играла этими бликами. Так, снова сфотографировали. Сделала прозрачность, потому что говорю и двигаю несколько объектов. Иногда забываю, двигала я рыбок или нет. А так будет сразу понятно. Вот, плёночку как-то снова на новое место по-новому положили. Сфотографировали. Здесь всегда должен быть некий алгоритм. Сначала, например, подвинули рыбок. Пусть они у нас просто плавно пугут. Водичка, конечно, сейчас у нас будет хаотично двигаться. Но можно приноровиться и как-то более плавно её двигать. Сейчас посмотрим. Может быть, это неспокойная вода. Так. Или можно тоже её двигать. Не совсем хаотично. А по, не знаю, там 5 или по 3 кадра вправо. Потом обратно. Главное, чтобы вот эти складочки, они не перемещались. Так, я свой алгоритм нарушила. Надо было сначала рыбок, потом плёнку. Здесь у нас скорость стоит тоже 8 кадров при 1 секунды. Мы с детьми привыкли работать с такой скоростью. И я тоже как-то так на этой скорости работаю. Хотя один раз мне пришлось снимать со скоростью 50 кадров при 1 секунды. Там нужно было, чтобы полетели мухи. А у них же крылья двигаются очень быстро. И я крылья мух двигала в каждом кадре снимаемом. А туловище у них перемещала через каждые 3 кадра. А на монтаже в Adobe Premiere я потом сделала так, чтобы скорость была стандартная 25 квадратных секунды. И получилось, что крылышки у мух очень быстрые. А сами они летят привычно, как рыбки сейчас, например. Так, у нас с вами 20 кадров. Можно посмотреть, что получилось. Сейчас я сделаю, чтобы оно по кругу показывалось. Так, и, наверное, вот хотя бы так поднесу телефон. Смотрим. А, у меня обе анимации в один тейк получились. Забыла переключить. Но это можно тоже поправить. Вот давайте посмотрим. Это у нас программа Dragon Frame. Здесь можно вывести раскадровочку. И вот здесь есть желтая такая квадратная скобочка. И мы ее просто ограничим, что нам нужно показывать. Смотрим. Вот, сейчас он нам по кругу показывает только эту анимацию. С телефона, с экрана, наверное, не очень, да? Или это мне так? Мне нравится очень по-живому. Да, ну, здесь получилось так, что очень много бликов воды. Так, сейчас сделаю демонстрацию экрана. И посмотрим. Так, опять это окошко, скройся. Вот, сейчас нормально, смотрите теперь. Ну, здесь получается, пленочка очень сильно бликует. Можно ее меньше хотелось бы. Или тогда лампы, чтобы не такие яркие были. Так, давайте пойдем дальше. Вопросы есть? Так, как сейчас? Гузаль Ромашина говорит, это самое супер. А Анна Холина говорит, что вопросов нет. Ладно. Ну, понятно, видно движение объектов. Это Маргарита. Хорошо. Людмила, если что, вы меня по времени тоже там регулируете, ладно? Так, сейчас... А у нас безразмерный, безразмерный зум, поэтому давайте рассчитывайте сами тогда и время, и задачи, и, может быть, ориентироваться на желания участников. Что вы хотите более подробно? О чем вы хотите по верхам пройтись? Ну, вот, у нас уже почти 45 минут прошло. Я сейчас предлагаю сделать самую сложную анимацию, а потом посмотрим, что у нас по времени и по желаниям. Хорошо? Да. Так, эту декорацию я уберу. Мне нужно будет другое море. Скажите, пожалуйста, декорации сами рисовали, правильно? Ну, где-то сама рисовала, где-то дети, то есть у нас все равно что-то остается от каких-то проектов, там, еще что-то. Ну, готовыми не пользуйтесь. А готовыми в смысле? Мы сами их приготовили, но они в следующий раз готовы для нас же. Я имею в виду распечатанные, или уже... Все, поняла, спасибо. Распечатанные есть. Я сейчас могу показать, какой у нас там. Но это тоже был проект «Город будущего» Пермь, как он будет выглядеть. Это вот детский рисунок. Так, как его показать? Вот. Это просто распечатано на тоненькой бумаге большого формата, и все. Ну, потому что у нас не было возможности с этими авторами связаться. То ли онлайн было, то ли что-то еще. И таким образом делали. Ну, это достаточно редко, потому что пойти взять, напечатать такой большой лист, стоит 10, у нас не всегда они есть. Нам проще красками нарисовать самим. Да, да, еще цвета, конечно, могут поплыть. Да. А скажите, пожалуйста, у вас мультстанок, какой размер? Это у вас листы А3? Нет, это у меня. Вот этот лежит. Это первый формат. Ого! Понятно. То есть вот отсюда, у стекла, досюда 60 сантиметров. От этого края до того края один метр. Понятно. Он такой большой. Так, сейчас. В этой программе есть строчка, ну, я не знаю, как это правильно сказать, озвучивание накладывать. Есть, тут, но только одна дорожка. Вот сейчас, посмотрите, у меня вот на телевизоре вот тут вот есть одна звуковая дорожка. Я просто на ноутбуке звук выключила, чтобы у меня эхо не было. Ну, туда можно. Это чтобы, когда танцы снимаешь или голос, чтобы синхронная речь была. Получается, что только озвучивание, озвучивание, а фоновую музыку получается, что уже не поставить, да? В этой программе нет. Ну, если это просто у нас мастер-класс или экскурсия у нас, когда проходит, тогда можно просто одну дорожку сразу положить и сразу вывести ролик. А если вы снимаете что-то сложное и там нужно диалоги записать. Вот рот у него открывается, у персонажа, и прямо чтобы одновременно и звук шёл, мы же, дети особенно, я же уже снял, вот он там слово «привет» сказал. А то, что слово «привет» произносится целую секунду, и это восемь кадров, дети иногда забывают и снимают недостаточные материалы, и тогда получается, что нужно их останавливать, чтобы они не забывали, что надо вот дольше снимать, больше кадров. Это иногда сложно. Так, сейчас давайте посмотрим, как мы в Пермском море делали анимацию смены цвета воды, когда море там почернело от злости. Когда оно в простом состоянии, мы сделали просто белое, это вот я манку сейчас насыпала. Манка, конечно, даёт более такой жёлтый оттенок. Лучше использовать соль мелкую. Но дети соль начинают есть. Манку-то они даже не стремятся попробовать. Вот, но если ничего страшного, что она такая, то можно и оставить. Так, делаем некое подобие там волн руками, снимаем кадр. Дальше у нас волны должны поменяться. Там где-то вот если что-то выходит наверх слишком, либо это неспокойное море, и там брызги взлетают. Я ориентируюсь на телевизор, поэтому у меня вот здесь внизу всякие штуки, а на экране там всё красиво показывается, как видится именно для камеры. Вот. Тут можно или пальчиками, или всей ладошкой эти волны делать. Если необходимо, можно добавлять крупу, вот эти всякие убирать, чтобы они у нас не сами по себе возникали, а их контролировали мы. У меня тут от мизинчика всё время взлетает. Так, сейчас я снова ограничу, с какого кадра нам смотреть. Там на телевизоре немножко видно, наверное. Вот. Ещё раз сдвигаем. Здесь прозрачность можно не включать, она нам всё равно ничего не даст. Мы запутаемся в этих барашечках, просто все крупиночки должны с места хотя бы примерно сдвинуться. Так, смотрим, что получилось. Вот море у нас каким-то образом живёт. У нас тут снято примерно 6-7 кадров, их можно тоже зациклить или как-то так сделать. Теперь начинаем добавлять цвет моря. У меня нету синего цвета, поэтому я перейду сразу к коричневому. А потом будет чёрное. Коричневый песок я насыпаю на стекло, которое находится ниже. Я этого песка мало, я его высыпаю весь. Вообще можно было бы сразу добавлять в верхний слой манку с этим песком, с коричневым смешать, но я понимала, что я потом эти два цвета не разделю никак друг от друга. И вот эта вот невозможность даже или, может, нежелание покупать для следующей какой-то анимации ещё одну пачку песка. получилась вот такая придумка, что можно их разнести по разным слоям. Главное – руки чистить на каждом слое отдельно и не забывать каждый слой двигать, чтобы у нас это сильно не перемешалось. Всё. С верхнего слоя постепенно начинаю убирать лишнюю манку, потому что она у нас постепенно должна исчезнуть. Некоторые крупинки будут валяться, но я уже не буду их восканально счищать, что-то там поменялось. Ещё раз меняю эту волну, меняю то, что внизу и стараюсь, чтобы более-менее равномерно там распределилась. Так. У песка уже мало осталось. А, коричневый можно было кофейной гущей использовать. Ну, ладно. Хорошая мысля приходит, а после. Так. Подвину эту оставшуюся манку сюда, сделаю снова волну. Здесь может быть даже, что раз море темнеет злится, то вот здесь вот манка, которая туда вверх вылетает, ничего страшного, пусть и вылетает. Это море неспокойное, волны там как-то сильные. В этом кадре ещё убираем манку. Сторонку просто пока здесь сколько смогу, соберу ещё. Вот. И смотрите, у нас постепенно коричневого цвета становится больше. Тут его ещё можно было бы с каждым кадром добавлять, но у меня уже просто всего нет. Маленький пакетик только был. Если коричневого песка нет, то можно кофейную гущу использовать. Её тоже достаточно много и почти бесплатно можно собирать. Вместо чёрного песка можно использовать мак. Семена мака. Где-то у нас тоже раньше лежала коробочка, баночка с этим маком. Теперь можно всю манку убрать уже с верхнего стекла. или, может быть, ещё кадрик сделать, когда её совсем чуть-чуть. Вот так. Здесь тоже двигаем. Ой, у меня уже на небо вышло всё. Ну, ладно. Море волнуется слишком. Теперь важно оба слоя стекла очень хорошо почистить от всех крупинок, чтобы, если важно, чтобы крупа друг с другом и песок не смешались. Почистить, в общем, будет. Так. А с нижнего стекла мы весь песочек собираем и поднимаем на верхнее стекло. Так. Здесь лучше всего взять бумажку. Сейчас я пойду возьму. И сейчас просто сгребу на листочек. Вы можете пока задавать вопросы. Я вообще на связи, нет? Да. Вас хорошо слышно. А то мало ли. Вопрос есть. А как вы храните по тематикам материалы? То есть вот это для морюшка, это для снега, ещё что-то? Или как-то у вас просто материал в одном месте? Просто интересно, как хранение организовано. Сейчас покажу. Ну, это тоже всё годами придумывается. Не потому что где-то что-то увидела. А вот ты понимаешь, что тебе нужно вот это разделить, например, куда-то. Удобно, чтобы было под рукой. Так. И придумывается. Сейчас. Здесь у нас будет вот этот песочек. Жиденькое море. Ругается, но не слишком. Так. Вот ещё пониже нужно спустить. Да. В общем, запасы мне надо пополнять. И вот чёрный песок цветной тоже от какой-то поделки оставшийся. Высыпаем теперь на нижнее стекло. По цвету он, в принципе, чуть-чуть темнее, чем маковые зёрнышки. И поэтому можно их заменять. Единственное, я думаю, что маковые зёрнышки, они, наверное, будут более прыгучие. Да, чёрный сразу цвет такой даёт мощный. Всё. Кадр у нас готов. Снимаем. И теперь точно так же. Наверху мы двигаем коричневый песок. Вот так волнообразно. Здесь можно, вот как у нас в мультфильме Пермское море, изображать какие-то волны. Там море взбунтовалось. Волна о берег бьёт. То есть это тоже можно будет всё изображать. Так. Двигаю я песок кончиками пальцев в основном. Иногда, если вот такие вот прям глубокие дорожки остаются, можно вот так вот прихлопать ладошкой. То есть я просто постукиваю. И можно вот ладошечкой пройтись. Но так получается иногда, что больше песка прилипает. Чем двигается как надо. Так. И чёрный обязательно тоже. Либо вот сейчас чёрный я подвинула я не кончиками пальцев, а ладошка у меня вот так шла. Я прям ладошку положила, сами пальчики и вверх-вниз их водила. Давайте на верхнем слое также попробую. Да, здесь уже меньше такие бороздки остаются. В начале, по крайней мере. И внизу. И здесь можно тоже туда-обратно, влево-вправо двигать этот песок, чтобы он не копился у нас только в левой части кадра или в правой. Если всё время в одну сторону, давайте вот это вот всё-таки пониже сделаем. С сыпучими материалами сложно ориентироваться только сразу на экран. Смотришь всё равно себе под руку на стекло, на рабочее место. Теперь, так, сколько у нас там кадров? Давайте посмотрим, что получилось. Юлия спрашивает, это песок для песочной анимации или какой-то другой? Нет, это я когда-то покупала ребёнку набор рисования песком или что-то там. В общем, клеевая основа, на неё насыпаешь песок и он туда приклеивается. Это вот просто остатки от такого набора. Можно, наверное, и для песочной анимации песок взять. Он просто... Он же бывает цветной, да? Или нет? Да, да. Ну, значит, можно его использовать. Может быть, даже дешевле его так покупать. А может, нет, я не знаю. Можно вообще манку покрасить красками и высушить. И будет вам разный песок. Так тоже делают. А она не собьётся в комочки? Ну, как-то ведь красят. Я не знаю. Эти комочки разбиваются, наверное. Я сама не делала, поэтому не могу сказать. Есть песочек для песочной терапии. И тоже бывает разных цветов, оттенков. Ну, вот, может быть, его ещё можно использовать. Я ещё сейчас покажу две бутылочки. Вспомнила, пока вы говорили. Есть вот песок для декорирования. Вот он у меня есть оранжевый. Есть вот такой зелёный. Это когда в посудинке наливают, насыпают, и там разными этими будут. Но мне не понравились вот эти два. В фикс прайсе, по-моему, покупала. У них крупинки острые. А у нас же здесь стекло, оно может поцарапаться. И царапины не убрать с этого стекла. Они потом бликуют иногда. Так, сейчас часть песка я тоже начинаю убирать. Хотя тут убирать нечего. Мало песка. Чёрный продолжаем так же двигать. Только чтобы он у нас совсем уж до неба не прыгал. Так, ну пусть такой рваный край получится немного. Так, ещё убираем. Тут можно пластиковые карты использовать, чтобы сгребать ровнее. Чтобы к рукам не прилипало слишком. Так, и этот ещё подвинили так. И потом можно либо в обратную сторону снимать, что оно, ну не знаю, было чёрное, успокоилось обратно. В хорошее состояние своё пришло море. А можно просто взять и вот эти же все кадры задом наперёд впустить. Но иногда этот обман прямо видно, в глаза бросается, что вот где-то здесь цикл. Ещё там как-то не всегда приятно такое смотреть. Всё, у меня весь песок к рукам прилип. Часть, конечно, на пол просыпается, это неизбежно. Так, вот коричневый я уже весь уберу на край, чтобы камера его не видела. Так, и продолжаю двигать чёрный. Он у меня тоже весь и сверху, и снизу рассыпался по стеклу. И его ещё меньше как будто стало. Давайте ещё хотя бы три кадра и потом посмотрим. И на этом, наверное, закончим. Я покажу, как в этой программе поставить задом наперёд эти же кадры. Программа называется Dragon Frame. Пользуются ею очень многие педагоги. Когда-то Женя Жиркова нас всех научила на жар птицы ею пользоваться и всё. И, по-моему, сейчас практически каждая студия, кто снимает мультики, использует её. Так, ну уже какие-то совсем дурацкие волны получаются. Вот. Что-то похожее. И в обратную сторону ещё я их проведу. И на этом, наверное, закончим. Так, сейчас сделаю демонстрацию на ноутбуке, чтобы увидеть покрасивее картинку. Демонстрация. Всё, смотрим. Ага, и не нажала кнопочка. Вот. Здесь, чтобы у нас чёрная часть моря... Так. А, ну, с демонстрацией всё видно, да? Ищем кадр, в котором у нас только чёрный песок. Вот этот. Можно выделить вот эти кадры. Левой кнопкой я сейчас сделала. Скопировать и вставить их ещё раз в конец. Пасты и инсерты. Вот. Они поставились в таком же порядке. Если я их вставлю несколько раз, но в какой-то момент это начнёт бросаться в глаза. Так бывает больше двух, больше трёх раз, когда вставишь копипасту. Вот здесь вот уже видно, да, что чёрные барашки, они уже повторяются. Потому что глаз мой, по крайней мере, уже замечает это. Вот. А теперь давайте сделаем обратный переход к манке. Сейчас нам нужно найти, где у нас начинается коричневый песочек. Вот этот. Это у нас тридцать девятый кадр. И идём к тому месту, где у нас вообще песочек начался. Вот. Двадцатый. То есть с двадцатого по тридцать девятый включительно я копирую. Копии. Теперь иду в самый конец. Вот у нас такая голубая строчка тут. И нажимаю пасты реверс. Вот. Вот. Он эти же все кадры поставил задом наперёд. Так. И теперь в начале там у нас тоже мы можем сделать повторение. Вот эти вот белые барашки сначала, чтобы подольше были. без коричневого, мы их тоже скопируем. Копировать. здесь просто insert, чтобы было так же можно сделать и реверс, чтобы оно там было. Вот этот двойной кадрик уберём. И в начале тоже с двадцатого кадра вставим пасты insert. Этот двойной тоже уберём. Давайте посмотрим ещё раз, что получается. Ну вот, море разозлилось и потом успокоилось. Ну и там один кадр мелькает. Это я сейчас под цикл показываю. Это то, что текущий кадр, какой на мультстанке остался, он его вставляет. Вот. По-моему, всё получилось. А вы как думаете? Да, да, вот Маргарита писала в процессе вот вашего рассказа, что отлично, всё прекрасно. Вот. Мне тоже кажется, что очень эффектно получилось. Так, здесь у нас уже получилось вот девяносто кадров. Так, сейчас, пока не забыла, покажу, как у нас хранение в студии сделано. У нас вообще вот здесь вот просто на краю стола в разных баночках стоят. Здесь вот семечки. Дети тоже их привутся поесть. Это какие-то полусферы для скраббукинга покупала. То есть это баночка от соевого соуса, там, ролл или что-то заказывали. Вот это так и продаётся. Это тоже какие-то камешки для наполнения аквариума. Здесь у нас в баночке от крема живут звёздочки пластиковые, как конфетти. Я их тоже так и купила. Это от каких-то конфет всякие вот эти вот бутылочки. Тут даже... Ну, вот это вот не очень удобно, она непрозрачная, в ней не видно, что там лежит. Но здесь тоже какие-то камешки красивые, которые передают структуру. Вот здесь в простой стеклянной банке это чай чёрный, рассыпчатый. Но его уже тоже мало осталось. Здесь в стеклянной банке аквариумный грунт. Ну, стеклянные банки надо заменить, конечно, с детьми. Это не очень хорошо работать. Вот здесь крупа с мусором всяким. У нас сейчас немножко разобрали. Вот здесь в углу стоял комод маленький на три ящика. И у нас там ещё лежали всякие вот эти сыпучие материалы. И у нас есть вот такой шкаф. Это на заказ сделано. У него вот закрывающиеся дверцы в тот момент, когда мы им не пользуемся. Когда нам что-то нужно взять. У нас... Мы тут прибирались, поэтому от воды всё потекло. Но вот здесь, например, всё, что с природой, связано с пейзажами. Ящики все выдвижные. Они выдвигаются практически на всю глубину. Здесь нам вот мастера сделали какую-то штуку. И вот здесь уже... Вот тут, наверное, видно такая толстая пачка всяких фонов, связанных с природой. Ребёнок подходит, может вот так полистать, посмотреть, что ему сейчас хочется взять. Ой. Так, это у нас тоже для силуэтной анимации использовали. Ёлочки. Которые догадались же вручную вырезать, когда это на компьютере плоттером можно уже. Вот. И такие у нас по темам всякие есть. Вот здесь, например, детские проекты лежат. То, что они мультики такие снимают, тоже здесь всё лежит. Тут вода, космос, небо вообще. Какое может быть? Вот такой фон, тоже такая пёстрая водичка. Отдельный интерьер. Ну, в общем, каждый ящик, чем подписать, это уже каждый придумает сам, что там может быть. Маргарита пишет, круто. Я тоже восхищаю, сколько вы добраться насобирали за это время. Сколько у вас фонов. Да. Ну, вот здесь вот у нас ящик вот тот вот стоит, да, в углу. Вот в таких выдвижных ящиках лежит у нас здесь пластилин лежит, а вот здесь сбоку пластмассовая такая была на колёсиках. Просто мы готовимся переезжать, и я почти всё уже начала собирать. А вот у нас ещё вот там картины есть. Это остатки декораций из мультиков. Жалко их выбрасывать, например, и вот они у нас так украшают. Ну, этот стеллаж – это большая такая свалка всего. И вот здесь рабочее место. Выбрасывать – это история. Конечно. У нас ещё, смотрите, на крыше мультстанка там ещё куча всего лежит. Вот здесь внизу у нас лежит чистая белая бумага, но для удобства она только вся здесь. Какие-то большие фоны от первого формата все здесь лежат, потому что в тот ящик полизают только от второго формата. А первый там совсем впритык. Ну, либо не рассчитали, либо мы уже просто подумали, что это слишком огромные фоны получаются от первого формата. Так. Олеся, смотрите, уже прошло с начала вебинара 1 час 10 минут. Скажите, пожалуйста, что вы вот думаете ещё рассказать, какую тему, на какое время? И, может быть, спросить у участников их пожелания. Давайте. У меня вот ещё есть интересное, как мы для мультфильма «Камушки» снимали воду, когда у нас два вида плёнки было и мыльная пена. Мне только надо смыть станка, чтобы быстренько сгрести хотя бы на бумажке. Можете пока говорить ваши предложения, пожелания, вопросы ещё какие. Все задумались? Ну, интересно, может быть, с мыльной пеной как раз, мне кажется. Если это на сколько минут примерно будет, чтобы… Да, ненадолго, минут на 10-15, наверное. Потому что я покажу только начало, дальше будет понятно. Потом ещё можно будет посмотреть сам мультик, он у нас в интернете есть. Не знаю только где его, как ссылку показать. На ютуб-канале «Мультстудия Анимашка» можно посмотреть. Ещё Наталья Чешкина пишет вам, сейчас я прочитаю, закрылось окно, что они завтра к вам приедут и пишут, ждите нас. Обязательно, я рада, если вы приедете. Мы завтра будем показывать мультики в фестивале «Жар птица». Так, девочки, здравствуйте. Извините, пожалуйста, что я… Можно ли мне поговорить? Я представляю… Может быть, кто-то со мной знаком, потому что меня сюда пригласили на вебинар. И я вот смогла зайти вот только буквально полчаса. Я хочу предложить вам… У нас фестиваль «Международный Алый Пару». Все ли видели приглашение на этот фестиваль? И у нас есть отдельная номинация «Анимация». Так, мне вроде бы что-то приходило в сообщение, но я пока не посмотрела. Да. Можно ли я скину в чат приглашение на этот фестиваль «Международный»? У нас все педагоги получают сертификат «Международный» за отличную подготовку участников. То есть, неважно, заняли ли вы, нет, но так как вы работаете с детьми, и мы поощряем всех педагогов, то приглашаем вас к участию. У нас, значит, фильмы номинаций «Туризм, краеведение, природа, патриотизм, наставники», так как год педагога-наставника. Ну, там посмотрите в положении. Можно ли я ссылку скину в чат? Наталья, все, скидывайте, и мы продолжаем вебинар. Ну, я пока отдохнула, и пока собираю манку, а то у меня уже язык на плечо. Все, стекло более-менее очистила. Фон у нас будет вот просто вот такая голубая большая водичка. Сейчас здесь мы свернем и так и сделаем сюда. Разбудем камеру, чтобы она видела у нас голубой фон. И теперь будем использовать пленочку. Берем большой кусок. Вот это я мусорный пакет порезала. То, что я хотела бахилами, но бахилы слишком мелкие. И пленку мы помещаем вниз. Так, голубой фоне не очень. Может быть, чтобы было лучше видно на белом фоне сделаю? Или по еще вот здесь у нас есть крашеный фон. Вот, я взяла какой-то там пестренький такой фон. А, Маргарита предлагает, может, на белом сделать? Ну, ладно, на белом тоже, в принципе, будет видно. Там пленка прозрачная. Вот этот вот мусорный пакет, он, видите, вот если помять его форму держит, тогда надо, чтобы, ну вот, край получился неровный. Не надо, чтобы он был очень ровным. Так, здесь мы располагаем голубой пакет. Так, беру еще прозрачную нашу вот эту пленочку. Видите, в ней сразу сколько блеска. Мы ее помещаем тоже на тот же слой. Посмотрим, что из этого получится. Она вот больше света, бликов добавила. Можно их вместе и двигать, соединить вот так. Вот, первый кадр у нас будет без всего. Камера не видит пленочку. Теперь я ее потихонечку начинаю поднимать. Здесь уже можно включить прозрачность. Сейчас я ее сделаю. Вот этот вот край сваливает. Так, вот она поднялась, я ее придерживаю. Можно немножко край сминать, чтобы он каждый раз одинаковым не был. Вы можете погуглить в интернете, посмотреть мультфильм, дипломную работу Дины Великовской «Мой странный дедушка». Там она вместе с Женей Жирковой делали анимацию именно вот такой пленкой. Море там просто потрясающее. И там такая кропотливая ювелирная работа, это прям вообще мастера работали. Вот, у нас вода. Здесь нужно представить, что мы смотрим на вот эту полоску воды, вид сверху. Так, может нам надо было вверх ногами снимать, ну ладно уже. Какая-то часть начинает затекать туда повыше, подальше. Так, и теперь у меня вот тут есть в кружке пена немножко. Я ее наливаю. Так, полилась вода одна. Сейчас первую чем-нибудь я оттуда выцеплю. То есть на верхнем стекле у нас опять будет жидкая среда. Однажды, когда нам для мультика нужно было снимать, как лошадь выпила сусло, вода к нам не подошла, мы взяли мед, покрасили его немножко актерельными красками. Так, а как мне эту пену? Кто-то будет спить. И двигали по стеклу мед. В разных мультиках это тоже используется. А вот пена пошла с губки. Так вот сделаем. Вот здесь через прозрачность будет, пока не видно, что тут есть пена. Ну вот она у нас появилась. Мы ее немного тоже пальцами прямо разведем. Пленочки нам нужно сейчас подвинуть. При этом нам нужно сделать так, что вот одна какая-то масса воды поднимается. Она натекает. Вода у меня удирает не туда, куда надо. Потому что у мультстанка, видимо, есть какой-то наклон в эту сторону. Так, снимаем. Ну, в принципе, когда вот мы снимали камушки, у нас была эта вода. У нас тоже стекло было немного под наклоном и вода растекала. Здесь мы тоже можем стекло... Так, я не могу, я его зафиксировала. Ну, пальчиками просто подвину пенки в ту сторону, куда они должны пойти. Так. Дальше. Всегда важно работать по алгоритму. Сначала один объект подвинули, потом только второй. Так. Пенки. Ну, в принципе, хорошо, что они сами катятся в нужную сторону. Анимация будет получаться такая, какая нужна. Так. Потому что они будут не хаотически возникать каждый раз новые пузырьки, а будут продвигаться именно те, которые уже были. Ну, я пока... Вот чтобы телефон сейчас висел у меня на мультстанке, я стекло прижала. Я не смогу поднять сейчас даже, если захочу. Придется делать так. Вот. Дальше мы можем голубую оставить. Прозрачная пусть еще чуть дальше уйдет. Пена пока там есть еще какая-то. Снимаем. И теперь у нас волна пойдет обратно. Она как бы... Я не знаю, как это слово сказать. Мне схлынивает. Какое-то такое. Так. И пену тоже нужно в обратную сторону сдвигать. Тут, я не знаю, губкой, что ли, ее собрать. Ну, лучше всего тряпочкой, чтобы там край сухой оставался, чтобы у нее тоже была некая граница. Так. Ну, вот чем больше я трогаю эти пузырьки, тем больше они пропадают уже. Схлопываются. Ну, и можно, в принципе, сказать, что они в реальной жизни не вечные. Да, и тоже, когда волна сбегает, они уже тоже теряют и форму, и объем, и прочность. Прочность. Так. Тут, наверное, можно уже просто вот так вот потереть. Здесь не двигало, конечно, зря надо было подвинуть, а то они замерли все эти пузырьки на месте, как были. Вот, прозрачная пленочка пусть немножечко отстает. Так, тут пена уже почти вся скрылась. Ну, и последний кадр. Пена пусть и достанется немного. Теперь все сотрем. Всегда нужно снимать в начале и в конце пустой кадр, потому что, когда, если вдруг нужна пауза, потом при монтаже с торчащей какой-нибудь там в кадре, не знаю, кусочек ноги или там крыла у персонажа, он так и будет тоже торчать. А пустые кадры при желании можно не включать в сам мультик, если они не нужны. Но пауза, как правило, должна быть. Так, давайте сейчас посмотрим снова, что у нас в программе. Так, вот здесь вот линия раскадровки, я ее достаю. Снова этой квадратной скобочкой ограничу, чтобы у нас показывалась только последняя съемка. Здесь можно масштаб поменять. Волну, кстати, можно точно так же повторить несколько раз. Видите, я ее все равно долго снимала. Так, вот здесь кубочка. Еще мельчину надо сделать. Вот у нас пустой кадр и смотрим отсюда по кругу. Вот здесь вот еще там плеск воды добавить. И будет настоящая волна. Ну и сейчас ракурс не очень правильный. Мы же, когда смотрим так на воду, мы как бы с другой стороны находимся. Мы не в воде стоим. Хотя в воде тоже можно стоять. Но тогда нужно учитывать, что от ног тоже какие-то, не знаю, воронки, там завихрения должны быть. Как мы с вами сейчас посмотрели, бесконечно одну и ту же волну. Она просто вот здесь вот кнопочка есть зациклить. Поэтому по кругу показывалась. Так, мы можем ее точно так же взять и скопировать вот этот кадр. И до конца. Копировать. И паста-инсерт. Все. И можно еще раз нажать на кнопку и посмотреть, что получилось. У нас будет только два раза волна. Потому что я ее скопировала один раз. Вот здесь вот смотрите волна. Она, не знаю, лично я не вижу, что это одна и та же и повторяется. И вот хочется смотреть и смотреть на нее. Так, на этом у нас уже полтора часа прошло. Я думаю, что можно остановиться. И давайте, если какие-то есть вопросы... Ой, у меня телефон сейчас сядет. Надо срочно его подключить. Ай, не падайте только. А посмотрите, пожалуйста, чат. Я там поставила то, что Алисе сказала. Вот ссылочку дала. Мой странный девушек, да? Да. Я эту самую ссылочку на него поставила. Вы можете взять его себе, этот фильм. Так, сейчас я здесь выключу иминистрацию. Все, вернулась к телефону. Телефон теперь у меня на привязи. И покажу... Вот я забыла показать. Робно битое лобовое стекло. Оно... Я долго за ним гонялась. Его добыть не просто так. Нашла где-то в деревне на дороге это битое стекло. Потому что, видимо, там была какая-то авария. По-другому я его не смогла найти. Вот. Встречаются достаточно острые кусочки. Поэтому, прежде чем давать детям, каждый кусочек нужно потрогать. И брать обязательно мягкими пальчиками, чтобы не уколоться, не порезаться. Вот эти вот, которые такими вот прямо сеточкой. Их можно еще разделить. Но тоже нужно аккуратно делить. Так. В принципе, я вот эти стеклышки давала даже детям в детском саду. Никто не поранился. Я им объяснила, что берем мягкими пальчиками. Так, сейчас, что у меня с фокусом. Вот. Чтобы не уколоться. Вот здесь вот достаточно острые края. Но иногда бывает... А, вот у этого кусочка, может быть, будет видно. Видите, какая острая грань? Как иголочка. Такие, конечно, лучше сразу выбросить и куда-то деть. И детям, естественно, не давать. Вот. Но мне очень нравится, как они переливаются. Особенно если вот даже светильником поиграть. А вот переливы. Так, со стола нам. Вот. Какие еще вопросы есть? Все, все устали, все уснули? Нет, все очень просто и интересно. В большом восторге. Я прям благодарю, что я приглашена на эту встречу. Я, конечно, извиняюсь, я не с самого начала и забыла название этой программы. Ну, вот вы как-то сказали один раз. Можно ли повторить? Программа называется Dragon Frame. А вы можете это написать в чате, чтобы быстренько скопировать? Да, сейчас напишу. Так. Пишу по-английски. Dragon. И так как сегодня Международный день анимации, я всех поздравляю, кто связан с этой темой. И очень рада, что мы увидели конкурс кинофестиваля «Волшебный фонарь». И участвуем в нем. И обучаемся. И я вас тоже благодарю за ваш прекрасный урок. Я прям в восторге. Спасибо. Мы как бы начинающие, но мы уже два года этим занимаемся. Но мы пока что у нас не вот анимационная студия. Мы пока что все пробуем, пробуем. И вот хорошо, что нам одобрили субсидию на приобретение части для анимационной студии. И прям вот этот станок ваш очень понравился. И мы будем стараться связаться с белорусским куклом. Сергей Галушкин. Да, с Сергеем Галушкиным. Да, хотели бы приобрести такой станок. Спасибо вам большое. Это вот этот маленький, который вот у меня тут вон там у вас в одной из камер со мной видно эту штуку. То есть вот это он придумал. Мы сделали нечто подобное. Я очень рада вижу, что много интересного для себя взяли. Рада быть полезной кому-то еще, чтобы у вас тоже росли крылья за спиной. Когда у вас все получается классно. И чтобы на фестивалях тоже было больше интересных мультиков. Олеся, спасибо. Спасибо. Вы все очень подробно рассказали. Все ясно и очень красиво получается в результате. Спасибо. И я тоже поздравляю всех причастных к празднику мультфильмов. Так, наверное. Да, спасибо. Дорогие друзья, ждем вас на следующем мастер-классе через неделю. А какая тема будет? Вы переходите. Анастасия Гедеона расскажет и покажет, как она создавала свой шедевр, который завоевал там разные награды по миру. Называется, сейчас вспомню, «Египетская сказка». Да, это классный мультик. Я его тоже видела. Настя Гедеон, она вообще с детства в мультипликации живет в Новосибирске и работает сразу в нескольких детских студиях педагогом. И, в общем, она сама ребенком начинала учиться и теперь сама преподает. Да, она присылает фильмы на кинофестиваль. И они очень такие свежие, чистые, замечательные детские истории. Очень, очень интересные. И каждый раз награду получает. Ну, да. Ну, что ж, ладно? До свидания. У нас уже тут полодиннадцатого. Пора домой. Да. Спасибо. Спасибо и доброй ночи. Всем доброй ночи. Спасибо. До свидания. До новых встреч. Да. До новых встреч. До свидания. Благодарю за встречу. До свидания. До свидания. До свидания.